Кировчане лучшие в стране на чемпионате России по спортивной акробатике. Первое место заняли воспитанники Вятской школы. Валентина Кимоль и Елизавета Дубровина поднялись на пьедестал почета дважды за золотом и серебром в разных упражнениях. Соревнования проходили в Краснодаре. Чем удивляли наши спортсменки, членов жюри расскажет Ольга Шмырина. После их выступления вопросов не осталось ни у зрителей, ни у членов жюри. Золото чемпионата России по спортивной акробатике вместе с девочками отправилось в Киров. Теперь заслуженный отдых и никаких запретов. Я ем все. Ее вес во время соревнований должен быть 38 килограммов. Макароны, пюре и булочки давно вне рациона. Валентина Ким верхняя из пары. Основная нагрузка на поддержках ложится на плечи Елизаветы Дубровиной. Она быстрее любого экстрасенса узнает, если подруга позволила за обедом добавку. Раньше не было такого. Сейчас могу сказать, вот Валя набрала 300 грамм, полкилограмма, вроде что 300 грамм. Ну не знаю, у меня так бывает, что я прям чувствую. Девочки выступают в паре всю свою спортивную карьеру. За 10 лет и мысли не было о смене партнера. Говорят, во многом дружба за ковром и помогла победить соперников на чемпионате. С нервами справлялись вместе. На чемпионате России спортсменки дважды поднимались на пьедестал, доказав, что они являются лидерами среди женских пар России. В России, конечно, сложнее соревноваться, чем за границу ты выезжаешь. Да, у нас конкуренция намного сильнее, чем в мире. Вот, и поэтому у нас из России сложнее выехать на международный турнир какой-то, нежели там выступить. На последнем чемпионате Кировская область стала четвертой из 17 регионов по количеству заработанных медалей. Впереди у девушек подготовка к новым соревнованиям. В конце октября спортсменки отправятся в Израиль. Без сомнений, за новыми медалями. Ольга Шмырина, Ольга Абрамовская. Информационный канал. Город.